Привет, с вами Юкар и этот день мы провели за рулем новой Hyundai Elantra 2019 года. На самом деле это глобальный фейслифтинг текущего поколения, который получил абсолютно новый дизайн снаружи, абсолютно новый интерьер, ну и собственно остался в прежних габаритах, с прежней ходовой частью, прежними двигателями. Что же поменялось? Мы сегодня разобрались, а теперь посмотрите и вы. Автомобиль действительно тоже с историей, пусть не такой долгой, как у некоторых брендов. И все же с 1990 года именно такая модель присутствует в модельном ряду корейского бренда, который сейчас занимает одни из лидирующих позиций в автомобильном мире. На протяжении всего времени автомобиль становился все более самостоятельной разработкой Hyundai. А я хотел бы акцентировать на том, что изначально Elantra была собственным кузовом с агрегатами Mitsubishi. То есть вы поняли, да, китайцы тоже так начинали, а потом выросли. Вот и корейцы выросли. Давайте разберемся, в чем конкретно произошел фейслифтинг. Прежде всего, что осталось? Свод крыши, дверные проемы, конструктив дверей. На этом все. Все остальные панели были тщательно переработаны и очень сильно изменились. Прежде всего, видны изменения на фасаде автомобиля. Он вообще ни на что не похож. Даст на первый взгляд здесь смешанные чувства. Очень долго ищешь отклика в сознании, на что же это, блин, похоже. Но на самом деле это плюс. Автомобиль, во всяком случае, оказался запоминающимся. А в этом классе автомобилей большая редкость получить хоть какой-то интересный дизайн. Хотя вот в этом году все поменялось в других машинах. Но мы об этом как раз и будем разговаривать в дальнейшем выпусках. Что хорошего? Хорошая оптика. В средней комплектации, как у нас в стайле, у вас уже получается и линза, и реснички диодные, и поворотники такие интересные, интегрированные в бампер. Хотя, честно говоря, я был бы рад и противотуманным фарам. Очень крепко поработали корейцы над аэродинамикой автомобиля. Можно заметить даже вентиляционные отверстия в бамперах для тормозной системы. Которые также должны убирать воздушный поток от колес. Но, честно говоря, двигатель здесь всего-навсего 1.6. В дальнейшем в Украине будет двухлитровая версия. И как бы она не совсем спортивная, скажем так. Интересная решетка радиатора. И замечательный профиль. Замечательный профиль остался благодаря самому поколению. Он напоминает несколько фастбэк. Тем не менее, это ни разу не лифтбэк. Это конкретно седан с покатой крышей, у которого достаточно обычная короткая плоскость багажного отсека. Тем не менее, здесь хороший проем по багажнику. Багажный отсек в меняемых размерах. Как раз вот видно, что все наши пожитки для съемок хорошо разместились. Есть место вглубь, есть место в ширину. Также новая задняя оптика. Интересно так интегрирована камера заднего вида. У более, ну начиная со средней комплектации, вы получаете лаковую поверхность заднего бампера. Здесь уже есть парктроники. Здесь есть поворотники, повторители поворотов в зеркалах. Но должен отметить, что в богатых комплектациях на 17 колесе автомобиль выглядит в профиль куда интереснее. В целом и в общем, Elantra. Elantra это традиционный теперь уже корейский автомобиль, который ведет свою историю с 90-х. В 90-м году на агрегатах Mitsubishi корейцы создали автомобиль. И этот автомобиль они смогли пронести сквозь эти без малого 30 лет, глобально меняя его сущность. Но ни в коем случае не отходя от своего потребителя. Это самый настоящий ежедневный автомобиль. Комфортный, среднестатистический и параметражно приемлемый. Очень выверенном ценовом сегменте. Сразу видно, что корейцы пытались работать в противовес Японии, в противовес некоторым немцам. Машина имеет такую уже точно колесную базу, как, скажем, Toyota Corolla. Это 2,7 метра. У автомобиля внутреннее пространство максимально расширено. То есть мы видим покатую стойку. Да, она занижает кузов, но в то же время остекление максимальное. Максимально у нас пространство внутреннее автомобиля сохраняется. И вот это вот те самые потребительские качества, которые мы ценим в масс-маркете в автомобилях для ежедневного использования. Больше говорить, в принципе, нечего. Потому как, кроме как внешний и внутренний, автомобиль не изменился. Технические параметры остались прежними. Но в интерьере есть ряд некоторых очень приятных нюансов, о которых я с удовольствием вам расскажу. С точки зрения внутреннего пространства и характеристик интерьера, интерьер как бы внутри геометрически остался прежний, изменились внутренние панели. Как они изменились? Вы получили в этом случае не просто фейслифтинг автомобиля, а совершенно новая торпеда, новые дверные карты, новую организацию центрального панеля. И вот это шикарное рулевое колесо, которое... Ну, оно действительно классное. Вот я рад, что до этого класса, опять же, доходят те вещи, которые ранее были доступны в гораздо более дорогих автомобилях. Здесь правильная анатомия колеса, здесь классные кнопки. Оно вот... Даже можно его назвать в какой-то степени сложным. Здесь кожа, здесь пластик, кнопки, типа алюминий, какой-то вот глянцевый осколочек. Ну, это радует. Вы получаете классное рулевое колесо, заплатив около 20 тысяч долларов за автомобиль. Прекрасно, прекрасно. Щиток приборов. Он здесь максимально аналоговый, но что мне лично нравится, он практически весь монохромный. То есть и оцифровка белая на черном, и центральный монитор со всеми параметрами вашего движения, он тоже черный, с контрастными белыми цифрами. Это здорово, это всегда видно при любом свете, при любом зрении, при любой погоде. Все супер. Отдельное внимание я бы хотел уделить центральному монитору, который теперь 7-дюймовый, который доступен вот прям чуть ли не в базе. Здесь, естественно, есть камера заднего вида, которая, кстати, это очень важно, показывается направление движения во время, когда сдаешь назад и пытаешься попасть в разметку. Это позитив. Но самое крутое, что здесь реакция на свайпание по менюхе, вот оно такое, как на смартфоне. Это прекрасно. Вы не ждете, когда что-то произойдет. Да, здесь мало функций, но здесь есть Android Auto, здесь есть Apple CarPlay. И, черт возьми, это важно, это must-have на сегодняшний день. Люди ходят со смартфонами, люди в смартфонах знакомятся, выбирают еду, выбирают жилье, выбирают одежду, покупают кроссовки, ищут коляску ребенку, ищут ребенку няню, ищут работу. Ну, в общем, все происходит со смартфоном, и хочется, чтобы такой же отклик на действие был точно так же и в автомобиле. Тогда это не бесит, тогда любая поездка является комфортной, а комфорт составляется из мелочей. По мелочам. Хорошее кресло, я не скажу, что здесь какая-то шикарная боковая поддержка, но в любом случае, с моим ростом 176, я здесь расположился удобно, комфортно, и за сегодняшний день не устал. Хорошие клавиши, отличные кнопки, попадать во все очень легко, удобно, свободно, крутилки климата, естественно, тоже удобные, максимально грамотные. Радио как радио, ну, радио. Ну, да, флешку она читает, здесь есть USB-порт, здесь есть AUX, есть подогревы кресел в этой комплектации, есть подогрев руля в этой комплектации, есть регулировка фар, зеркало заднего вида самое обыкновенное, а чего вы ожидали, в принципе, от зеркала заднего вида. Итак, есть стилистические моменты, которые, ну, для меня не совсем ясны, почему здесь отпрессовано под карбон, возможно, маркетологи хотели подчеркнуть моложавость автомобиля и таким образом привлечь молодую аудиторию, но на нашем рынке нет турбированной версии, и мне кажется, что вот если бы я сейчас сидел за рулем 1.6 Turbo на 200 лошадиных сил, то это было бы более оправдано, а вот в обычном автомобиле с 1.6 атмосферником, с двухлитровым атмосферником, ну, наверное, это лишнее, но это мое личное мнение, это лишнее. Посеребренные панели вставки, я очень рад, что дверная ручка не хромированная, как у некоторых, и она не портит внешний вид. Да, машина, черно-серый пластик, ткань, обивка, ну, это, нет здесь буйства красок, но, тем не менее, не удручает. Когда не удручает, это уже здорово. Здорово. То есть, вы купили автомобиль, который способен каждый день, вас комфортно, отвозить с работы, привозить на работу. За сколько вы его купите? И вот тут интересно, что Hyundai действительно идет войной по всему своему классу. Автомобиль начинается в базе с комплектации актива 1.6, 127 лошадиных сил на механике, 440 тысяч 700 гривен на сегодняшний день. Вот такая машина стоит 550 тысяч 900 гривен. А на складе мне сообщили, осталось всего два автомобиля в этом месяце за 526 тысяч 900 гривен, оба синие, и действует промокод. Да. 632 тысяч 900 гривен вам придется выложить за супер-мега-премиум тролливали невероятную комплектацию на 17-м колесе. И, честно говоря, здорово выглядят эти 17-е колеса, здорово выглядят эти абсолютно LED-фары. И все это вместе такой футуристики добавляет, радует глаз, но денег стоит. Опять же повторюсь, что автомобиль простой по мотору по коробке, автомобиль простой по ходовой части, и, как я понял, официал ставит газ. Во всяком случае, менеджер автоберега на Бальзака Юра Девяткин пропагандирует ГБО в Хюндае, и я не вижу ничего в этом плохого, потому как, с одной стороны, а как еще конкурировать с Тойотой в гибриде, которая практически ничего не жрет, с другой стороны, ну, газ это экологичнее, чем бензин, газ это экономно, и все мы люди, все мы смертные, нам всем хочется в данной ситуации купить, прежде всего, инструмент надежного помощника, который не выносит мозги, которые не надо ремонтировать, который гарантийный, стоит своих денег, правильное капиталовложение, и очень-очень много вот таких вот вещей, которые побуждают среднестатистического потребителя голосовать кошельком, и я вынужден защищать масс-маркет, потому что именно благодаря масс-маркету мы сегодня имеем свободу перемещений, это важно. Как мы свободно можем перемещаться с мотором 1.6 на коробке автомат, ну мы сегодня уже проверили, и нам это понравилось. Никаких проблем, никаких косяков автомобиль не показывает, все супер, все адекватно, все максимально активно и грамотно, ну и конечно же очень радует автоматическая коробка передач, гидротрансформатор наше все. Если мы говорим о Hyundai Elantra, AD, то в принципе автомобиль для многих знаком, кто выбирал в течение там крайних 2-3 лет себе автомобиль этой категории обязательно его тестировал, и тут собственно ничего не поменялось, тележка та же самая, изменения коснулись исключительно дизайна автомобиля и комплектации. Если сравнивать с Toyota, которая была перед этим у нас в серии этих тест-драйвов, то мне не к чему особо-то придираться по Elantra. Да, здесь до сих пор балка, у Toyota теперь есть многорычажка. Ну, я бы не сказал, что эта балка доставляет какие-либо неудобства. Она привычна в этом классе, она абсолютно проста, адекватна в обслуживании и имеет много плюсов, потребительских плюсов. если говорить если говорить о связке мотора и коробки, то в любом случае шестиступенчатый гидротрансформатор мне больше нравится, чем любое проявление вариатора с мотором 1.6 и даже в гибриде. Как минимум, потому что ход педали и реакция автомобиля более-таки внятные. по ходовым характеристикам Kia растет, Hyundai растет, корейская группа близится к тому, чтобы класть на лопатки Японию. По качеству они уже в принципе впереди по всем рейтингам международным. И ну хорошая машина за эти деньги. И ключевое слово, как и в Toyota, снова машина. Из точки А в точку Б. Мы сегодня проехались в пригород, мы сегодня проехались по Киеву, мы ездили вражные, попали даже на проселочную дорогу, ездили по таким вот местам, по которым эти автомобили в основном и эксплуатируют молодые семьи и немолодые семьи. То есть хорошее, спокойное, адекватное транспортное средство на каждый день с достаточно вменяемым расходом, при том, что у машины на данный момент времени совсем маленький пробег, тут 595 километров сейчас одометр показывает, за вот этот день покатушек наших проверок падает расход, начинался он с каких-то странных цифр, с 12, с 14, сейчас вот уже похоже на правду, 8,8, 9 литров на сотню, я думаю, что после обкатки эта машина будет кушать приблизительно 8 на 100, и, а что еще надо? Опять же, касаемо экономии, экономики, и того, что в этом классе появился гибрид в лице Короллы, ну, Юра Девяткин успешно ставит ГБО официально, все хорошо, гарантия не слетит, вот, пожалуйста, равновесие, что касается внешности, ну, как уже говорили, на вкус и цвет, что касается качества сборки, я слышал, что очень многие говорят, что типа Элантра шумная по салону, да я бы не сказал, что она шумная, опять же, вот, в этом классе автомобилей с классной обезшумкой, кстати, мы сейчас едем по абсолютно смешанному убогому асфальту пуховки, здесь ужасно, здесь просто вот, что попало, ямы, и, да я бы не сказал, что тут какие-то странные шумы, ничего не скрипит в салоне, это хорошо, пластик не такой крутой, но все еще жесткий, хорошо собрана машина, претензий нет, да, есть стилистические какие-то непонятные вещи, есть адекватная мультимедийная система, есть неадекватные люди на дорогах, которые считают, что по пуховке можно ехать свыше 90, это жизнь, мультимедийка супер, Apple CarPlay, Android Auto работают, это круче, чем Mirror Link однозначно, но она не так классно нарисована, как у Mazda 3. Можно ли на этом автомобиле ездить каждый день и не уставать? В принципе, да, я не устал от этой машины, это безусловно приятно. Если от автомобиля не устаешь, то это уже очень хороший результат. К слову, у меня был опыт с 301-м Peugeot или там Cetrain Cialise, в котором, например, место для отдыха левой ноги сделано не очень хорошо, при том, что у меня там абсолютно средний рост 176. Правая нога тоже не особо устойчиво стояла на педали газа. В итоге, проехав 200 км, я был вынужден остановиться и разминаться и отдыхать. Здесь такого нет. Целый день за рулем этой машины и я не устал. Позитивно? Позитивно. Что еще нужно? Места сзади хватает, изофиксы есть, на зиму есть подогревы сидений, есть подогрев руля, комплектация Style. Соотношение цена-качество, гарантия, потребительские характеристики хороши. То, что здесь нет динамики, которую хотелось бы увидеть, скажем, при турбированном моторе, ну, пардон, турбированный мотор, к сожалению, в Украину не поставляется. Скоро будет двухлитровый, надеюсь, они будут интереснее в плане динамики. А так, ну, вполне равновесная машина. Очень конкурентная. Очень здорово, что корейцы дотянулись до флагманов в этом классе. И они упрочняются, упрочняются с каждым поколением, с каждым фейслифтингом. Становятся более прогрессивными, интересными, клевыми. И в то же время они остаются вот той самой хорошей машиной. Что мы будем смотреть дальше в этом классе? Ну, я надеюсь на Mazda 3 и Ford Focus. Возможно, Renault Megane. Ну, вы об этом узнаете обязательно с нашего канала. Поэтому не забывайте подписываться, ставить лайки. И, собственно, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok